Добрый вечер, наследники и самозванцы. Год назад это произошло, я впал в какую-то депрессию от того, что я сам создаю все плохое вокруг себя. И в какой-то момент я решил отказаться от этого. Но когда мы начали играть, у меня это с первого круга все-таки включилось. И вот эта ситуация, что я возвращаюсь опять к тому, от чего я уходил, она как-то меня очень сильно нагнетала. Когда мы проходили испытания, у меня началась паническая атака, я начал смотреть на стены, я начал задыхаться, и мне приходилось выбегать. Выбегать и дышать, и я сажусь на этот детектор, вижу эту строчку про счастье, и я понимаю, что, ну типа, вот оно. И я как бы не ожидал, что я, приходя на проект, приду за одним, а получу совершенно другое, получу более ценное для меня. Спасибо за это откровение. Вот, как-то так. Мне кажется, достойно аплодисментов, правда? Ну, наверное, для меня это и было некой победой. То, что Давид признался в том, что это все-таки была его маска, и мне стало легче. Действительно, некоторая победа случилась, потому что, смотрите, ну вначале была вот эта команда, победившая Сашу Стоуна, и настолько завоевавшая авторитет быстро, что уже на мостовом сколько было? Девять голосов с вами. Ну, то есть, очень много людей хотели к вам присоединиться и так далее. А в итоге, что осталось сейчас? Олега нет, Айза нет, Влада нет. Возможно, и, видимо, сегодня уже не будет Давида. Поэтому прекрасно, замечательный вывод на жизнь. Победа, она не всегда за силой. Вот, она за человечности. Что будет дальше, я не знаю. Может быть, в итоге все-таки, как говорит Наташа, все перегрызутся, и все равно победят мрази. Да, давайте Наташу и послушаем. А мне сегодня нечего сказать, Лисан. Мне сейчас очень тяжело. Я сегодня скорблю, подавил уже. Мало того, что он меня втянул в эту игру. Я, допустим, могу для тебя, кажется, мрази. Он мне предложил вот такие правила игры. Наташа, спасибо тебе большое за то, что я это сделала. Вы что, прикалываетесь? Я перед всей командой. Ты самая лживая женщина, которую я в своей жизни видела. Не трогай меня. Теперь еще он сдается. Братский, давайте закончим. Теперь мне нужно придумывать что-то, как свою пасти. Мы все, когда пришли на проект, хотели поиграть в плохих мальчиков и девочек. Но как только нам эти роли раздают, включается что-то человеческое. Либо просто ты не справляешься со своей ролью. А так было с Кадони. Он сгорел. Поэтому мне кажется, что Дава, при всей его силе, воле, обаянии, мужественности и так далее, просто не справился с этой ролью. И мы, поскольку все-таки это игра, играючи его раскусили. Я считаю, что самозванец Давид Манукян. Я иду против Макса и пытаюсь всем напомнить, на кого изначально были подозрения, это на Макса впервые, чем на Даву. Люди этого не слышат. Алена. Макс. Потом буду ходить за тобой как хвост. И извиняться. Не надо, ты уже извинялся. А зачем извиняться перед самозванцем? Наташа. Макс Страньков. Макс очевидный самозванец первого круга, поэтому... Поэтому до сих пор здесь. Да, Макс, но я до тебя дойду, не переживай. Если переживешь, ты ночью. Макс, точи коньки, иди на лед. Пойди приготовь себе еды и поешь. Давайте ругаться не будем, только хотя бы сегодня. Ты наследник или самозванец? Конечно, самозванец. Я самозванец. Мне выпало... Простите. Вот это вот прям отместка была за Олега. За Олегу Барбулас, да? Да. Олег, привет. Перед началом игры я была убеждена, что самая выгодная роль это у самозванца. Как я была не права. Увидимся утром, друзья. Или не увидимся. Все зависит от самозванцев. До свидания. Наташа, ты не *** так разговаривает, нет? Я уже думала, мы сейчас спокойно все разойдемся, но увы и ах. Ты не попутала ничего? Ты мне это сейчас говоришь? Тебе сейчас *** говоришь. Ты мне сейчас это говоришь? Какие ты чиканьки иди катайся, у тебя что вообще, как с башкой-то стоит? У меня все прекрасно. Флягами свистит, фляга что ли? Флягами свистит. Что ты бычку включаешь на меня? По ней было видно, что она просто была готова вот так перевернуть стол и орать, что все плохие. Перестреляю каждого ***. СМЕХ.